Всем здравствуйте! Всем спасибо, кто заглянул на мой канал. Сегодня у нас будет видео о пустых баночках. Баночки закончились в августе 2023 года. И мы, как обычно, начнем со средств для волос. Закончилось всего одно средство. Это маска для волос от производителя Флористика Аромат Прованс. Или это серия Прованс. Отдушка была Вербена Бергамот. Интенсивное восстановление заявлено. На самом деле так и было. Очень интенсивно действовала на волосы. Здесь было 250 мл белого цвета. Вот, как на крышечке. Еле-еле с ней распрощалась. Очень экономичное средство. Так надоело, что я уже не знала, когда она закончится. Мне не понравилась отдушка. Очень цитрусовый химозный запах. Но само действие, конечно, хорошее такое. Единственное, что волосы у меня без объема. И она делала их слишком гладкими и послушными. И не было никакого объема. Такие волосы были прям волосинка к волосинке. Прилизанные и напитанные. Такие после шампуня хорошо она, конечно, восстанавливала. Но, опять же, такую больше не куплю из-за душки. Следующее средство из ванной. Это была вот такая розовая крымская соль. Здесь был целый килограмм. Но мы с мужем на двоих легко ее потратили. Конечно, розой она не пахла. Здесь, видимо, имеется в виду розовое крымское озеро. Там есть такое. И, скорее всего, эта соль будто... Ну, скорее всего, оттуда. Продукт высшего качества написано. Но она, знаете, такая не очень очищенная. Есть нерастворимые частицы, на которых было больно сидеть. Они почему-то не растворялись. И поэтому не ставлю пятерку этой соли. Так, конечно, хорошо было попользоваться. Но, в общем-то, средненькая такая соль бывает гораздо лучше некоторая. Следующее средство из ванной. Это крымский скраб. Производитель «Лавандовый край». Это Горталу, что выпускает. Роза и бессмертник. Солевой скраб. Здесь было... Так, сколько? 300... Так. Что-то фокус гуляет. 300 грамм. Аромат, значит, роза, как я сказала, и бессмертник. Очень приятный скраб. Отдушка шикарная. Вот мы с мужем вместе его потратили. Ой, так пахнет приятно розочкой. Я бы, конечно, повторила, но у меня слишком много их. Вообще, вот такие скрабы я покупала несколько разных от этого производителя. Вот этот данный мне понравился. И по аромату, и по действию. Он такой немножко маслянистый. И оставалась такая приятная ухаживающая... Такая пленочка небольшая. Очень приятный скраб. Мне понравился. Из этой серии, ну, не знаю, как-то один раз я купила скраб, который вызвал у меня аллергию. Поэтому, ну, наверное, больше не буду пока покупать. Что-то я разочаровалась. Следующее средство из ванной. Это скраб для лица. Вот это был куплен в Торции в прошлом году. Абрикосовый пилингогель написан. Ну, скраб и пилингогель. Очень классное средство. Прямо я не ожидала, что мне так понравится. Была шикарная отдушка. Так приятно. Он пах как сливочный йогурт. И с абрикосовым таким ароматом. Это настолько приятно. И пользоваться им было одно удовольствие. У меня еще есть такой клубничный. Надеюсь, что тоже мне понравится. Если вы будете в Турции, купите, не пожалеете. Отличное средство. Жалко, что нигде на наших, ни на Валберес, ни на Озоне я такого не видела. Печально. Также средство из ванны. Покажу. Вот такое же турецкое мыло из этой же поставки. Как говорится, я тоже в том году его покупала. Такая красивая коробочка. Эскобыль. Был такой квадратик. Очень удобный. Здесь даже есть на русском языке, что это мыло с глиной. Раскрывает, очищает поры кожи в области лица. Имеет свойство пилинга. Благодаря глине, содержащейся в нем. Помогает удалить прыщи и пятна на коже. Выравнивает тон кожи. И помогает вашей коже выглядеть гладкой. Удаляя излишки жира с кожи лица. Пользовался у меня им муж. Я им, наверное, один раз только руки помыла. Но ему нравятся разные мыльца. Вот он им и волосы моет. И лицо, и тело. В общем, любит твердым мылом пользоваться. Хороший был отзыв. Аромат приятный. В общем, тоже можете смело брать. Второе мыльце. Я клала на сентябрь месяц. Но у нас что-то как-то ранее все закончилось. Поэтому почти и этот кусочек уже в мыльнице измылен. Это крымское натуральное мыло. Производитель Дом природы. Серия Дары Крыма. Персик и дынь. Очень вкусно пахнет этот кусочек. Он такой розовенький, приятный. До сих пор лежит. И единственное, что он очень маленький. Хотя тут 100 грамм написано. Но все равно очень быстро исчезает. Приятная мыльца. Надо, конечно, такие мыла, если вы купили, сразу в первую очередь использовать. Потому что они плохо лежат. Из них ароматы улетучиваются. Но, в общем-то, вот это мыло мы вовремя использовали. Все хорошо. Очень приятное. Следующее средство из ванной. Давайте перейдем к зубным пастам. Мужу, как всегда, Калгейт. Тотал 12. Это обычно он покупает синюю с красным. Здесь была такая другого цвета. Зелененькая. Калгейт не надо хвалить. Все про него знаете. Муж у меня очень любит ими пользоваться. Прям вот любимые пасты. А у нас еще закончилась выскочка, как говорится. Я ее не планировала. Мне подружка отдала. Ей не понравилось. Это Фаберлик Хамигаки. Женьшинь. Почему-то она сказала, что ей неприятно и пользоваться из-за отдушки. Но мы с мужем хорошо попользовались. Она такая оранжевенькая. Сейчас покажу. Оранжевого цвета. Мне ничего таким не показалось неприятным. Очень хорошо освежала. Не знаю, почему она изобряковала. Но у нас такое бывает. Мы с ней обмениваемся средствами, которые мне, например, не подошли. Я тоже ей предлагаю. И она мне свои тоже. Но оказывается иногда, что другому человеку нравится. Такую пасту я, наверное, больше не куплю. Только потому, что у меня их много. А так, в общем-то, можете покупать. Но они, по-моему, уже только в распродаже. Так. Что еще у нас? Средства из ванны, по-моему, закончились. Давайте дальше. Наконец-то закончился вот такой дезодорант парфюмированный в виде спрея. Это Фаберлик с одноименным ароматом Вент-Адвентуры. Водичка такая есть, которая мне очень нравится. Я тоже мужу покупаю. Аромат приятный. Пользовались вдвоем с мужем. Для меня это аромат Унисекс. Хороший дезодорант. У меня они тратятся очень мало. Как-то редко я меняю. В небольших количествах только использую приятный. Но не могу сказать, что очень прям понравился обычный. Так, давайте. Следующее средство. У меня было вот такой тоник для лица. Это тоже Фаберлик Айсиул. Здесь крышка неродная. Я переставила. Здесь был такой спрей-пульверизатор. Мне нравится, когда тоник просто отщелкивает. И вот через дырочку на диск я наношу, чтобы лицо протирать. Так, с пульверизатором мне не очень понравилось пользоваться. Очень имела дужку тоже цитрусовую. Я, конечно, сначала не очень к ней прониклась. Но потом поняла, что этот аромат меня пробуждает хорошо. Утром, когда еще такой сонный и не хочется ничего делать. Вот этим тоником протрешь лицо, оно как-то, знаете же, как живительная влага. Мне понравилось. В общем-то, хорошо так пробуждает. Тоник хороший. Ну, не знаю, тоже больше не куплю. Хочется другими попользоваться. Здесь 100 мл. Очень удобный формат. Бутылочку, возможно, я оставлю для других. Так, давайте немножко вот так подвинемся. Подвинемся. Следующее средство для лица, которое закончилось, наконец-то, это гидролат можжевельника. Надолго мне хватило. Где-то я тут ставила зарубочки. Март, апрель, май, июнь, июль, август. Раз, два, три, четыре. На полгода мне хватило такого спрея. Я не знаю, почему так медленно. Обычно я ими быстрее гораздо пользуюсь. Не знаю, отдушка приятная. Действие тоже мне понравилось. Производитель лавари крымский. Да, и, в общем-то, ничего не могу сказать плохого. Просто медленно уходил. Я пользуюсь гидролатами с удовольствием. Тоже думала, летом быстро потрачу. Но что-то он у меня тоже задержался. Не знаю, по какой причине. Так, следующее средство. Я уже остаток выбрасываю. Надоел мне. Видите, тут вот чуть-чуть осталось. Вот где-то вот так. Уже несколько месяцев болтался. Мне надоел тоже королевское желе. Это тонер-нектар от Новосвит. Никак не могла его потратить. И поняла, что мне это средство как бы лишнее в уходе. Это нужно делать до крема, до нанесения крема. И мне получается, что надо ждать, пока он высохнет, впитается. Потом крем. В общем, удлинял уход. Как-то, ну, не знаю, раньше быстро ушел. А потом у меня он застрял. И я решила, все, уже тут на донышке, думаю, выкину. Не знаю, с прополисом написано. Прополисом никак не пахнет. Немножко такое липкое действие оставлял на лице. Не знаю. Как-то вот не особо пригодилось мне это средство. Покупала магнит-косметик. Ну, не знаю, как-то не полюбилась. Следующее средство относится к моим любимкам. Я второе такое уже купила. Это Фаберлик серия Гардерика. Ночное обертывание для шеи декольте. Очень мне понравилось. Приятно в использовании. Так вот, сейчас вам покажу. Вот такой тюбик. Хорошая упаковка. Удобно пользоваться. Я не очень люблю банки с широкими горлышками. Лучше, конечно, в тюбиках. Очень приятный крем для шеи и декольте. Здесь написано, что он предотвращает заломы. Ну, не буду вам где-то искать. Входит вот стволовые клетки Гардерии, Гардыния, витамин С, Новофтем. Я наносила как на ночь, так и утром, когда как. Когда забывала, но в общем средство очень мне понравилось. Еще такое купила. Когда-нибудь повторю. Когда другие истрачу, ну, придет и в очередь. Так, дальше. Много кремушков для лица закончилось. Первая из них, это тоже Фаберлик Айсиул серия. Гель-трансформер для лица. Это уже вторая упаковка, которую я потратила. Раньше прям фанатела по нему. Так мне понравилось, что я купила еще. И один еще у меня есть запасок. Так, спецэффекты пошли. Я не знаю. В общем, очень мне было приятно пользоваться летом. Он такой, сначала как крем беленький. Даже он не беленький, а такой зеленоватый. Здесь уже ничего не осталось. При нанесении на кожу становится как водичка. Увлажняет очень хорошо. Аромат очень приятный. Но вот этот тюбик, я когда использовала уже второй раз, показалось жидковатым средством. Поэтому как-то... Ну, на лето нормально. Но я уже жалею, что у меня есть третий такой. Третья упаковка. Мне как-то уже надоело. Не хочется. Люблю более-таки плотные текстуры. Теперь покажу вам кремушки для лица. Вот у меня закончилась такая серия. От Роза Таврид. Производитель дневной и ночной крема для лица. Давайте покажу. Кстати, я когда пользовалась другими средствами для рук, для ног, ничего особенного. Как-то не очень мне понравились эти средства. А от этих кремиков тоже ничего не ожидала такого хорошего. Думала, мне не понравится. Но нет. Оказались очень хорошие. Так, сейчас я вам покажу. Единственное, что вот баночки совершенно такие дешманские. Какие-то не очень. Дешевят этот крем. На самом деле крем хороший. И дневной и ночной мне понравились. Вот полностью истратила. Такие плотненькие, хорошие. Аромат Розы шикарный. Все здесь хорошо. Отдушечка приятная. И вот этот тоже. Этот закончился чуть позднее. Он поплотнее. Но я взяла его чуть позже в уход, чем дневной. Хорошие кремики. Очень рекомендую. Единственное, вот упаковку производителю бы по-хорошему надо поменять. Потому что крем смотрится каким-то дешевым. Хотя цена такая, ну, 600 рублей. Я считаю, что не совсем дешевые. Вот, поэтому не знаю почему. Как-то так. Хорошие, в общем-то, кремики. Ну, не знаю почему так. Упаковали. Экономят. Давайте перейдем к кремам для рук. Первый крем у меня закончился вот такой. Это Арифлейм Вондерленд. Карамельное яблоко. У меня было таких два. Думала, мне очень понравится. Отдушка была приятная. Сам крем очень жидкий. Такого белого цвета. Жидковат. А так он, конечно, приятно пах. И приятен был в использовании. В общем, второй тюбечек я подарила. Думаю, ну, как-то ничего особенного, но и неплохой. В общем, вот. Следующий крем у меня закончился на работе. Вот такой от Fanny Organics. Покупала Fix Price. А, нет. Этот не Fix Price. Это я в Магнит Косметик покупала. Гиалуроновый. Не понравилась мне отдушка. Очень резкая. Сам крем жирный. Очень питательный. Жалко, конечно, что он мне на лето выпал. Вообще, кому вот надо подлечить руки. Там, у кого сухость, очень хорошо помогает. Но, опять же, хоть и действие такое приятное, но отдушка не понравилась. Какая-то прям вот резко бодрящая, сказала бы так. Так, и перейдем дальше к маскам и сашеткам. Вот такой пробник у меня был от Царства ароматов. Подарили, ну, в каком-то магазине, где я покупала косметику в Крыму. Это питательный увлажняющий крем-гель. Для тела манго и орхидея. Не понравился. Неприятная отдушка для меня была какая-то химозная. Ну, сам крем-гель, конечно, приятный. Хорошее действие. Но такой я не захотела покупать из-за отдушки. Дальше. Две масочки в сашетках использовала. Всего как-то в этом месяце не сильно я ими пользовалась. Как-то то ли тепло было, то ли просто лень. Тоже вот дары Крыма. Одна омолаживающая с персиком и другая освежающая с ромашкой и мятой. Вот эта маска для лица больше летняя такая. Она с миндольчиком. Явно такая освежающая, пробуждающая, хорошенькая. Это более питательная вот с персиком виноградом тоже. Ну, хорошие маски на два раза хватило. Здесь по 10, ой, по 15 грамм. В общем, у меня еще есть много таких. Люблю их. Хорошие. Также понравилась вот такая маска. Это был набор с Фалберес от Крымской линии. На крымских травах. Здесь душица, хиноцея, василек. Зеленая такая масочка в виде ила. Тоже, по-моему, на несколько раз хватило. Приятная маска. Своеобразная такая, интересная. Как траву. Знаете, аромат травы такой, скошенный. Мне понравился. Еще вот такой пользовалась масочкой. Закончилась первая из шести, по-моему, я в наборе покупала. Рецепты бабушки Агафьи. Березовая очищающая. Здесь входит экстракт коры березы, органический экстракт шалфея, мед и соль рапа. Маска была глиняная, серенькая такая, серо-розовая. Ну, больше, наверное, да, розовинка, да, как вот, наверное, на упаковке цвет. Приятный. Я и пользовалась ванной, когда ванны принимала. Сначала скрабировала лицо, потом вот наносила такую масочку, сидела с ней пока там несколько минут. И осталось мне вам показать тканевые маски. Фудохолик. Вот такая масочка. Я пробовала от этой фирмы разные. Думала, что как бы предыдущая мне не очень понравилась из-за лекала. Но это была шикарная. Вот тоже в фикс прайсе покупала. Здесь лекала хорошая. Никакое там не жесткое, ничего. Очень приятное. Это маска с гиалуроновой кислотой. Можно смело покупать в фикс прайсе. Мне понравилась. Следующая маска. Это уже от Вейс. Вот такая секрет лайн с коллагеном. Вот эти корейские масочки от Вейс тоже очень хорошенькие. И вторая вот у меня была с алоэ. Ой, это с зеленым чаем. Хорошие. В общем, все три маски. Видите, я норму не выполнила. Раз в неделю хотела использовать. Но что-то четвертую неделю поленилась. Вот. И еще хочу вам похвалить опять эти капсулы. Я вам в прошлом месяце показывала, что мы с мужем принимаем. Это вот Артнео. Капсулы для суставов. У меня тут болело колено. У мужа тоже. Вот. Но у него, конечно, давно. У меня вот после отпуска. У меня сейчас все вроде нормализовалось. Но не знаю, надолго ли. В общем, очень хорошо действуют эти капсулы. Нужно всего одну капсулу в день. Я хочу вам сказать, что, видите, здесь состав. Входит коллаген в комплекте с витамином С. Оказывается, коллагены не усваиваются без витамина С в организме. Я раньше этого не знала. И пила коллаген какой-то другой, в который не ходил витамин С. И не уверена, что он у меня усваивался. Оказывается, вот нужно и с витамином D, и с витамином С вместе принимать коллагены. Кто этого не знает, пожалуйста, примите на заметку. Вот. И здесь курс 2 месяца. Это как раз вот 2 упаковки курсом. Я вот как раз, можно сказать, закончила 2 упаковки. И думаю, наверное, надо еще будет повторить как-нибудь. Очень мне понравилось действие. По крайней мере, ощущается сразу, что что-то происходит. Вот вы знаете, там бывает, что вы понимаете, что какой-то процесс идет. Вот на самом деле есть такое ощущение, когда пропиваешь эти таблеточки, капсулки, что не все так как бы раз и пропил, и ничего не заметил. Нет, там какой-то есть процесс в колене, когда я их пила. Ладно, запутала вас. Ну, на этом, значит, все. В этом месяце у меня мало пустых баночек, но они тоже, видите, есть. Ненадолго получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, кто посмотрел до конца. На этом я с вами прощаюсь. Всем хорошей погоды. Желаю, чтобы лето оставалось с нами подольше. Всем пока-пока. Берегите себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok